Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги, ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде, например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Лекторий «Прямая речь» представляет Андрей Зубов История западной философии Лекция «Пифагор и Элиаты» Ну вот давайте как раз такие периоды, такие периоды, когда нерадостно вовне, будем посвящать время наукам И сокращать наши горести радостью от познания Когда слишком много открывается внешнего, тогда забывается внутреннее И это неплохо, временами это даже очень полезно Но вот видимо сейчас другой период И дай бог, что нам еще возможно с вами встречаться Дай бог, что нам еще возможно беседовать Тем более по таким темам, для меня самого интересным, как религия и философия И что касается философии, то вы сами понимаете, что я во многом Первый раз я читаю такой сквозной курс Вообще я и вел семинары в ГИМО Но сквозной курс для меня это страшный интересный опыт Так что давайте вместе попробуем Значит, сказали, что следующая тема сложна На самом деле мы сегодня увидим двух людей Которые, собственно говоря, заложили самое основание Вообще всего, что называется западная культура Ну есть, естественно, более глубокие вещи Религиозные, художественные, связи с Египтом Но вот именно то, что является собой уже дискурс Западной интеллектуальной традиции Породивший все Вот он заложен именно этими двумя людьми Эти два человека, будучи совершенно разными Во многом диаметрально противоположными Они оба стали основанием для Платона Платон, естественно, при всем отталкивании Стал основанием для Аристотеля Ну а на Аристотеле и Платоне зиждется Уже совершенно сознательно вся европейская мысль Поэтому все, что я вам сейчас буду рассказывать Пусть в более коротком виде Изучают в лицее Одна из книг, которой я пользуюсь Может, в следующий раз я его притащу Это просто лицейский английский учебник по философии К сожалению, у нас всего этого нет И мы с вами здесь будем наверстывать упущено Я сам, когда был молодым, я не проходил фундаментальную историю философии Не понимал ее Так что это очень важно Значит, о чем идет речь? Вот эти два человека Не буду вас больше интриговать Это Гераклит Пифагор Эти два человека Завершили собой вот тот поиск Который, на прошлой лекции я вам рассказывал Вела философия физиса Философия, которая пыталась найти первоначало Ну и, соответственно, смысл В неких категориях космических, внешних Гераклит и Пифагор исчерпали эту тему Будет после этого еще несколько очень интересных мыслителей Мы о них скажем коротко И потом происходит революция Сократа Философская революция Сократа Которая невозможна была бы без Пифагора и Гераклита Итак, поэтому следующая лекция Которая будет, как сказали, по-моему, 8 ноября Она будет называться исчерпание натуры философии И переход к философии человека То есть эволюция Сократа Эволюция Сократа И я, чтобы не забыл Пожалуйста, те, кто, конечно, хотят У нас здесь с вами экзаменов не будет Но те, кто хотят понять глубже, что я рассказываю Прочтите платоновский, ранний платоновский текст Который совершенно сократический Это апологию Сократа И диалог о душе знаменитый Вот вылетел из города Я вспомню, я вам скажу Апологию Сократа обязательно И второй я буквально через несколько минут вспомню и вам скажу Итак, значит, это будет просто Пусть будет подготовка Теперь, Максим, какой диалог о душе Это в платоне знаменитый О бессмертии души Фидон Фидон Ну, старый уже стал, понимаете Итак, Гераклит Сын Бласона Конец VI века до Рождества Христова Вы помните, что философия – это кризис религиозного создания И вот работа в этой ситуации кризиса традиционной религии порождает греческую философию во всех ее проявлениях Гераклит – удивительный человек Он происходит из древнего, из древнего аристократического рода Он потомок Кодра, основателя династии царей Эфеса через его сына, сына Кодра Андрокла К тому времени, когда родился Гераклит, царской власти в Эфесе давно не было Была республика, часто тирания Тиран, как вы помните, это человек, который, не имея прав как царь на престол, захватывает власть и управляет страной Так вот, даже вот в тирании и в республике правильной Все равно оставалась должность во всех греческих городах крупных Архонта Басилея, то есть старейшина царя Потому что какие-то религиозные функции, очень важные, мог исполнять только царь Особенно связанные с мистериями А так как царской власти уже не было, то кто будет их исполнять? Какой-то потомок царского рода, который не имеет, который законно То есть он должен был бы быть царем, но он царем не является, потому что в стране республика Но вот эти жреческие функции, которые должен исполнять царь, он все равно исполняет И вот как раз Гераклит был таким архонтом Басилеем В республиканском, на самом деле в тираническом Эфесе И Гераклит, то есть как потомок древнего царя Эфес был один из главных религиозных центров всего античного мира Не только даже Греции Вы помните, что именно в Эфесе располагался знаменитый на весь мир По крайней мере на весь передний восток и Средиземноморье храм Артемида Эфесской В лекциях прелигии я вам подробнее расскажу смысл этого удивительного культа Когда мы будем говорить о Греции Но важно то, что вы помните, те, кто читали христианское писание Что апостола Павла обвинили в том, когда он был в Эфесе Что он хочет разрушить храм Артемида Эфесской То есть это и в эпоху Гераклита этот храм был И до Гераклита этот храм был И видимо еще даже в до, в Минойское время То есть во втором тысячелетии Рождества Христова этот храм был И вот Гераклит, как архон Басилей, он должен был посещать этот храм И совершать определенные жертвоприношения Ему этого не хотелось сделать Я сейчас объясню почему, совсем не из оленей И его час заставали в храме Вместо того, чтобы совершать священное действие Или хотя бы в достойном величии пребывать В том, что он сидел и играл с детьми в кости И когда ему говорили, как ты там знаменитый человек Потомок славного рода С этими мальчишками играешь в кости Говорит, да они с ними намного интереснее, чем с вами негодяи Не так он говорил людям То есть аристократическая спесь была в полной мере Потом он вовсе оставляет Эфес Отрекается от своего поста Своей высокой должности царя старейшина Архонта Басилея И уходит в горы Возвращается уже незадолго до смерти Вручает в храм Артемиды Кладет в храм Артемиды Три свои книги Написанные им, видимо, в горах Вот о космосе, о политике и о этике И через некоторое время умирает примерно 60 лет от водянки Ну, с этим масса там разных анекдотов и историй На которые очень, о котором очень можно много сказать О вселенной, о государстве, о богах Вот три его книги О вселенной, о государстве, о богах И у него нет учеников, естественно Человек с таким характером учеников быть не может Он абсолютный анахарет У него нет последователей Но он столь велик В своих, да, его произведения не дошли до нас Дошли отдельные изречения Примерно 130 его изречений считаются абсолютно достоверными И во фрагментах раннегреческих философов Это книга, изданная на всех европейских языках В том числе и на русском Вы найдете раздел Гераклита Где все эти 130 изречений имеются Гераклита именовали темным Потому что его трудно было понять Но величайший мыслитель, да, величайшая умница Платон говорил, что то, что он понял из Гераклита Это прекрасно То, что он не понял, он чувствует, что это тоже прекрасно Но чтобы понять им непонятое Надо быть ныряльщиком, умеющим долго находиться на большой глубине Чисто греческий образ Я таковым, добавляет Платон, не являюсь Гераклит отрицает старую традиционную веру Вот ту веру, которая пришла от Гомера и Гесиода Он отрицает и, в общем-то, хулит ее Из-за этого, естественно, он вызывает Какой нархон Басилей? Он вызывает неудовольствие своих сограждан Потому что он хулит и, естественно, Артемиду Эфеску И те таинства, в которых он должен играть Одну из главных ролей Он говорит, это я привожу Значит, вы увидите, что все фрагменты Гераклита Они, вот есть современная нумерация Есть нумерация начала 20 века Дильса Кранца Дильса Кранца Дильса Кранца